приветствую в этом видео мы поговорим о новых правилах оформления отсрочки от мобилизации на том основании что у жены есть инвалидность либо за женой осуществляется уход и мы будем разбирать с вами новые условия условия которые предусмотрены законом 3633 это новый закон о мобилизации который раньше мы знали как законопроект 10449 соответственно мы постараемся учесть все новшества и подробно их разобрать итак переходим к этому вопросу закон 3633 внес изменения в том числе и в закон о мобилизации и изменил в 23 статье в части 1 пункты 11 12 и 9 именно эти пункты мы будем сейчас с вами изучать итак пункт 11 в нем закреплено правило согласно которому отсрочку имеют военно обязанные которые имеют жену из числа лиц инвалидностью первой либо второй группы здесь как мне кажется особо останавливаться не нужно здесь все четко ясно и понятно есть первая либо вторая группа то остается только лишь подтвердить это а чем мы можем подтвердить совершенно верно справкой как-то осмотром сек и свидетельством о браке собственно говоря это по сути два основных документа которые нужно предоставить тцк и сп для того чтобы подтвердить право на отсрочку понятно как правило еще просят паспорт кода обоих супругов но это уже такие вторичные документы первичные это справкам сек и свидетельство о браке но все гораздо сложнее когда мы переходим к пункту двенадцатому и начинаем разбирается в вопросе получения отсрочки по третьей группе инвалидности супруги если раньше не было никаких условий если есть у супруги третья группа инвалидности значит автоматически у человека была отсрочка то теперь все стало гораздо сложнее и мы с вами видим что теперь отсрочка будет только в том случае если группа инвалидности установлена вследствие определенного перечня заболеваний какие это заболевания онкологическое заболевание отсутствие конечностей в том числе одной из одной ступни либо одной кисти и отсутствие парного органа при этом это не все три условия нужно выполнить одновременно достаточно только одного из этих условий то есть есть онкологическое заболевание все значит отсрочка есть но если вы не попали в этот перечень да и вы понимаете что по этому перечню вы потеряли отсрочку то это еще не все критерии есть и другой еще перечень который указан точно так же в пункте двенадцатом части первой статьи 23 закона о мобилизации но это такое вторичное условие да то есть если первое условие вы не выполнили то смотрим второе условие здесь отсрочка у вас будет в том случае если у вашей супруги которая установлена инвалидность третьей группы к основному заболеванию есть еще онкологическое заболевание психическое расстройство церебральный либо какой-то иной паралитический синдром то есть неважно по какому пункту по какому основанию у вашей супруги заболевания например это может быть заболевание связано с сердечно-сосудистой системой и вот ей установлена третья группа и если вдобавок к этой третьей группе есть одно из тех заболеваний которые вы видите на экране сейчас то у вас тоже будет отсрочка и конечно конечно мы помним с вами что было вот такое условие у нас что для получения отсрочки нужно было доказать отсутствие иных процедатных осип которые могут осуществлять уход вот здесь уже этого требования больше нет то есть не имеет значения есть ли совершеннолетние дети сколько этим детям лет и не имеет значение наличие трудоспособных родителей то есть сам факт того что у супруги есть третья группа если она выполнила вот те условия которых мы только что говорили то соответственно есть и отсрочка идем дальше дальше возникает вопрос а как подтвердить какое же заболевание легло в основу инвалидности супруги первое что приходит в голову это конечно же индивидуальная программа реабилитации где в одиннадцатом и двенадцатом пунктах которые вы сейчас видите они выделены они в самом низу указывается диагноз на основании которого установлена инвалидность и указываются сопутствующие заболевания то есть в принципе вот здесь может содержаться та информация которая нужна представителям ТЦК ЕСП для того чтобы установить ваше право на отсрочку естественно это пока лишь мое предположение естественно мы понимаем что у ТЦК ЕСП возможно появятся какие-то разъяснения и они нам покажут и дадут список документов которым это можно подтвердить но пока вот тот документ который должен быть в принципе и может получить любой человек с инвалидностью это индивидуальная программа реабилитации и здесь должны быть должна быть вот та информация которая нам необходимо теперь мы переходим к девятому пункту части первой статьи 23 закона о мобилизации этот пункт предполагает возможность получить отстрочку на том основании что человек занят постоянным уходом за больной женой которой этот уход нужен по решению МСЭК либо ЛКК здесь соответственно какие нам нужны будут документы ну соответственно справкам СЭК либо заключение ЛКК где будет написано что супруга нуждается в уходе и конечно же нужно будет подтверждать то что именно вы осуществляете уход в принципе такая практика была и раньше то здесь ничего уже нового на сегодняшний день нет и подтвердить вы можете чем-либо актом про догляд либо актом огляду семьи тоже их ТЦК принимают нормально либо соответственно документом который подтвердит что вы получаете компенсацию за осуществление ухода за вашей супругой и точно так же как и при получении отсрочки на основании инвалидности супруги при получении отсрочки на основании осуществления ухода за супругой не имеет значения есть ли дети совершеннолетние если родители которые могут осуществлять этот уход это уже во внимание не берется и не нужно будет доказывать отсутствие других родственников собственно говоря на этом все все основные моменты я вам рассказал теперь мы будем ждать еще разъяснения которое придет в ТЦК и СП от генштаба ну скорее всего оно придет по поводу документов да какими документами и подтверждать наличие заболеваний тех либо иных потому что да особенно для тех кто должен подтвердить вот наличие онкозаболеваний либо психических расстройств в том случае если они появились после получения инвалидности а значит в индивидуальной программе реабилитации этого не будет уже и вот чем подтвердить это пока вопрос открытый и как мы понимаем пока еще ТЦК и СП этого не требуют но остался месяц до того как они начнут требовать будем надеяться что за это время появится разъяснение я со своей стороны буду за этим следить и как только появится такая достоверная информация сделаю об этом обязательно видео на этом у меня все если вы считаете данное видео полезным поставьте ему лайк подпишитесь на мой youtube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал ссылочка на него есть в описании к видео но а традиционно я вам пожелаю удачи благополучия и конечно же мира пока пока